Из путинской на Московии пришло несколько новостей, которые могут представлять интерес и, возможно, дадут понимание того, как там обстановка. Новости можно разбить на два больших блока и начнем с самого свежего. Речь идет об уничтожении главаря террористической организации Хазбалла Насралы. Просто для справки заметим, что Хазбалла подтвердила это, опубликовав такое сообщение. Саид Хасан Насралла, генеральный секретарь Хазбалла, присоединился к мученикам, которых он возглавлял более 30 лет. Присоединился к мученикам. Все лидеры организованных террористов типа Хамас и Хазбалла – долларовые миллиардеры. И этот лидер мучился своими миллиардами три десятка лет. Тут интересно, как на это отреагировала Москва. Они там в шоке, потому что Путин был уверен, что любые расклады войны между Хазбаллой и Израилем не приведут к гибели верховного вождя. Он рассуждал, как кузнечик, сидя в траве. Не думал, не гадал, никак не ожидал такого вот конца. То есть предположить расклад, при котором агент Моссада подсыпет что-то в халяльный самогон, конечно, можно. Но чтобы бимбой прямо в бункер и наповал – это перебор. Ведь у него самого имеются бункеры. И что теперь? Насрала бросил свой букет девственника, и кроме Путина с иранским хаминеи, ловить его уже и особо некому. И, между прочим, бородатого повелителя полотенец уже вывезли из резиденции, которая находится совсем рядом с местом, на котором раньше стояло здание, в котором уничтожен такой же долларовый миллиардер, предводитель Хамас Исмаил Хания, и поместили его в несгораемый кабинет. Возможно, что стены бункера там толще, но насколько неизвестно. Израиль получил несколько бомб, которые могут разрушить любые бункеры, и даже не таким способом, как те, которые прилетели к Насрале. Они не пробивают толщу бетона до пустот, не взрываются в бункере, а вместо этого уходят на определенную глубину и там детонируют, вызывая мощную сейсмическую волну, которая складывает все пустоты вокруг, организуя братскую могилу. Такое изделие может сложить любой бункер товарища Путина, и поэтому он только что увидел, как выливают сусликов, которые живут в своих норах. А как известно, сам Насрала очень редко покидал бункер, и если такое происходило, то только потому, что ему надо было толкнуть короткую речь перед массами или слетать в Тегеран. Все остальное время он проводил в подземных апартаментах, а все, что ему было нужно, доставляли сразу туда. Именно это и сделал Цахал, доставив необходимое клиенту в полотенце. Заметим, именно таким образом, именно такого калибра деятелей еще не уничтожали, и теперь очередь тех, кто стоит за Насралой, засуетилась и забегала. Обратим внимание на то, какое вялое заявление смогла выдать на гора Хезбалла. Угрожающие красные трусы они уже вывешивали, и на них было написано «Я мстю, и мстя моя страшна», но дальше заходить некуда. Причем в условиях полного поголовного уничтожения руководства Хезбалла оно стало как-то несподручно. Если кто-то еще не видел, вот изображение структуры верховного командования Хезбаллой. Красными полосами отмечены деятели, которые уже развлекаются с гурьями, или кто там их развлекает. Игра «Кто хочет стать миллиардером» не окончена, но тут вдруг стала понятна стоимость билета на такую программу. Поэтому из Ирана пришел грозный ответ. Вооруженные силы приведены в состояние очень повышенной боевой готовности. Ну а что же Москва? Видимо, там тоже немало выпали в осадок от такого развития событий и поняли, что это был прецедент. И что теперь за ним последует, уже никому неизвестно. В то же время Раша ТГ-каналы пишут такое. «Путин поручил дипломатам узнать, нужна ли после убийства лидера Хезбаллы Хасана Насралы какая-то помощь иранским партнерам. Напомним, Иран и Хезбалла – близкие союзники. Мы можем оказать помощь в сфере безопасности, финансов, определенное организационное содействие. Владимир Владимирович поручил узнать, чем мы можем быть полезны партнерам в этот непростой момент», – рассказал источник в окружении президента. Он также утверждает, что Путин был глубоко возмущен беспределом, который устроили израильтяне с подачи их американских покровителей, и надеется, что Израиль кто-то остановит в его агрессии. Удивительно, что здесь еще не употребляется слоган «израильская военщина», но ждать осталось недолго. Ну а насчет военной помощи, то, наверное, речь идет о поставке новой партии ПКР «Яхонт» взамен только что уничтоженных. В общем, у старикашки новое расстройство, а ведь он еще не отошел от предыдущего. С учетом того, что, по слухам, в бункер позвонили из Китая и сказали буквально следующее «Вася», они его называют Васей, наверное, что-то знают, «тормози с ядеркой, не то гореть нам вместе в гиене огненной». Ведь они хотели запустить свой МБР дуплетом, но, как известно, ракета «Срамота» в этот раз решила отработать на удаленке, то есть не выходя из дома. И вот именно по этому поводу еще одна цитата из того же «Раша-источника». За последние несколько дней мы получили более 50 вопросов на такую тему. Правда ли, что Владимир Путин серьезно болен? Мол, и выглядит он якобы как-то не так. И говорят, что плохо себя чувствует. И врачей к нему вызывали. Раз вопросов так много, отвечаем. Действительно, слухов много. У нас каждый день о том, что Владимир Владимирович Болин, говорят, сообщил нам источник ВАП. По его словам, поговаривают следующее. Президент очень расстроен происходящим на фронте, в частности тем, что никак не удается выбить врага из Курской области. И что до сих пор не освобождена ДНР. На этом фоне у него якобы возникли проблемы с сердцем. Плюс, цитируем, возраст берет свое. Некоторые у нас даже спрашивают, а что дальше? Что после Владимир Владимировича? Ответы звучат разные. Однозначного нет, признался наш собеседник. Здесь все же следует отметить тактичность, с которой описана ситуация. Могли бы рассказать, как есть, что царь пребывает в лютом гневе, достает все из чемодана и мало того, что сам обмазывается, но еще и метает лепешки во всех, кто к нему заходит. По слухам, к нему явился Лавров, чтобы доложить об успешном подписании договора о неразмещении ядерного оружия с Буркина-Фасо. Но в результате доклада не получилось. Зато Лавров долго не мог решить, что делать с заляпанным пенсне. И все это на фоне того, что вроде бы сейчас Пойло проводит отпуск на пару с его новой избранницей Мизулиной. Можно только представить, как выглядит эта дама, когда царь в таком настроении. В общем, в бункере фюрера все не так однозначно. Да и сам бункер стал каким-то не совсем уютным. КОНЕЦ